Всем привет! Ко мне пришла посылка. С новой почты заказывала я краски в художественном магазине, интернет-магазине. Уже посылочку открыла. Хочу показать, что мне пришло. Хочу очень-очень-очень попробовать это в деле. Итак, заказала я краски для ткани Декола. И сегодня буду уже экспериментировать. Смотрите, такие вот чудесные заказала. Блин, как же она называется? Сейчас вам прочитаю. Так, трафареты точно. Заказала трафареты, смотрите, чудесные бабочки. Думаю, замечательно будет смотреться на кофточках, блузочках, футболочках. Вот советы такие красивенные. Ну, конечно, сердечко. Как же без сердечка? Видите, вообще замечательно. Здесь это у нас палитра, где я буду размешивать краски. Эта бумажка нам не надо. Так, заказала еще другой фирмы, правда, разбавитель акриловых красок. Ага, ничего не видно, что написано. Разбавитель для акриловых красок по ткани используется для снижения вязкости красок, для шелка и текстиля, ослабления интенсивного цвета, получения акварельного эффекта, увеличения устойчивости нанесенной на изделие краски к воздействию воды. Не грубит ткань. Надо попробовать. Но фирма вообще другая, не декола, так как на этом сайте не было этой же фирмы. Заказала вот такие вот поролоновые, типа а-ля кисточки. Кстати, очень удобно. Я думала, конечно, что они будут побольше. Ну, так, если присмотреться, да, допустим, по трафаретам ваша футболочка, и вот такая небольшая поролоновая шпонж, да, как она называется. И смотрите, очень так удобненько. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. И нормальненько. Тын-тын. А это, наверное, прорисовывать, может, даже другим цветом, да, линии. Тоже довольно-таки удобно. Больше нам не надо. И вот такие вот баночки заказала. Нет, это баночки не для анализа. А видно там. Или краску разбавлять, либо насыпать красочку. Я думаю, пригодятся. В хозяйстве пригодится. Ага, еще заказала фломастер по ткани. Фиолетового цвета. Почему фиолетового, черного не было. Такого, как я хотела, тоже не было. Ну, как вариант фиолетовый. Любимый цвет, да. И других тоже. В основном фиолетовый, любимый цвет. Тоже хочу сегодня попробовать. Как же фломастер по тканям рисуется. Так, шуну, ну и самое главное. Это у нас краски декола. Акриловые краски по ткани. Популярная фирма нынче. И довольно-таки я смотрела тест. Драйв, скажем так, краски декола по ткани. Да, там одна девочка тестировала, показала видео, что вот как раз декола очень устойчивая всяким химическим обработкам, по стерушкам, ношению. То декола вообще на первом месте. Плюс там еще какая-то краска. Уже не помню. Здесь я заказала 12 цветов. Да, чтобы мне меньше было замороки и разбавлять краску. Так, что мы здесь видим? Какие цвета? Мне понравилось, что здесь есть золотистый. Но он такой светленький-светленький. Серебрый. Серебряный цвет. Тоже такой светленький. Стандарт черный. Нежно такой фиолетовый цвет. Фиолетовая, светлая. Синий, темный. В хозяйстве пригодится. Небесно-голубая. А здесь у нас бирюзовая. Зеленый, средний. Красный. Ну, естественно, белый. Желтый, средний. И оранжевый. Ну, что я могу сказать? Так, допустим, вместо бирюзового, как бы бирюзовый легче наклепать его, можно было сделать сюда розовый. Так как розовый цвет, допустим, многие любят, да? Или вместо даже этого оранжевого. Так как оранжевый можно склепать с красного и желтого, да? По интенсивности, какой хочешь можешь оранжевый сделать. Ну, вот розовый, короче, надо будет с розовым поиграться, чтобы его замутить и чтобы его сделать. Так. И сегодня я уже буду делать первые свои рисуночки по тканям. Все обязательно это сниму. Покажу, что у меня получилось. У меня уже там есть старая порезанная футболочка, с которой я делала тряпочки для своего художества. Вот. Так что продолжение следует. Итак, мои хорошие, проделала я несколько работ с этой краской-деколой по ткани. Здесь вот первые мои, скажем так, работы, это я на вот ненужную тряпочку нашла у себя. И пробовала наносить рисунки, да, через трафарет. Вот бабочку наносила разными красками, чтобы посмотреть, как она ложится, растекается или нет. Где-то добавляла водички больше. Естественно, там, где больше водички, мы видим, что вот краска синяя, там, голубая, она просто потекла, вышла из контура. То есть эффект не очень. Здесь я сама свои узорчики какие-то наносила. Ну, проверяла, собственно, как красочка ложится на ткани, на какой, да, как можно вообще. Привыкала, скажем так, набивала себе руку в этом стиле, в своем новом. Здесь тоже, где больше капнуло водички, естественно, видно потеки. Вот у меня есть испорченная майка, натуральная ткань. И здесь я хотела через трафарет нанести совочень. Она такая симпатичная, красивая. И вижу, что фиолетовый цвет лег хорошо, не растекся, а вот уже с голубым какая-то там беда. Его с водой вообще ни в коем случае нельзя разбавлять, потому что он сам по себе жидкий. И оставляет после себя такие разводы, если больше воды оставляешь. То есть краска выходит за контуры, и вот такие вот потеки остаются. Ну, я, может, что-нибудь еще с этой футболочкой придумаю, либо дальше буду на ней экспериментировать. Так, и что, какие итоги вообще по этой краске хочу сказать. Дальше там по видео будут фото, да, тех работ, которые я сделала. Там, естественно, работа на такой ткани, знаете, для девочек. Это костюмы, которые танцуют полдэнс. Короче, полдэнсом занимаются. И у них костюмы такие эластичные, трусики, топики. Они эластичные, как купальники, знаете, ткань не тянется. И для росписи, да, по ткани, вот эта краска, деколы, она не самая наилучшая. Если честно, я так мучилась с ней вообще там. Мучилась, плясала, рисовала, но, наконец-то, я его создала. И вы увидите, что из этого получилось. Дальше там по видео фотографии будут. То есть, естественно, приятнее работать более с натуральной тканью. Краска более податливая и не так нервно-трепная, потому что с той тканью тянущей очень сильно, то, конечно, пришлось потрудиться. Так, что по этому набору хочу сказать? Какие есть тут плюсы, какие минусы? Ну, смотрите, что здесь. Здесь у нас голубая краска и бирюзовая. На ткани они выглядят одинаково. Сюда добавь больше белого цвета, будет то же самое. То есть, не знаю, почему они так решили, почему производитель так решил, что вот голубую такую и бирюзовую, почти как эта же самая голубая на ткани, одинаково они смотрятся, нужно их в одном наборе. Дальше, что еще? Еще здесь у нас красный цвет и рыжий цвет. То есть, тоже понимаете, что рыжий цвет можно получить за счет смешивания красного цвета и желтого цвета. Здесь не хватает, реально не хватало мне, именно цвета розового, красивого розового цвета. Из тех, что здесь есть краски, его, конечно, сложно получить, хороший. Потому что смешивая этот красный цвет, он такой алый, очень сильно алый. И при смешивании с белой краской, он становится не розовый, а не тот розовый, который нужно. Телесный цвет я добывала с помощью вот этой белой краски, рыжей краски, и красной, и желтой. Короче, смешивала все цвета, которые могла. Так, фиолетовый и синий, они немного схожи на тканях. Есть разница, но немного схожи. В общем, не хватает мне здесь розового цвета, телесного цвета, но еще и коричневый цвет мог бы пригодиться. Здесь его тоже нет. Ну, серый мы можем добиться, смешав белый с черным. Вот, есть ли смысл, сколько мне тут, 12 цветов. 12 всех цветов покупать я в этом не вижу. Можно купить набор из 8 цветов, или вообще из 6, это основные цвета взять, и дополнительно докупить те цвета, которые вам необходимы. Это там, допустим, розовые, еще какой-то там серебристый, золотистый. Да, а так, вот эти вообще меня очень удивили, почему производитель решил почти одинаковые краски добавить в один набор. Когда можно было розовый, коричневый, там еще какой-то добавить интересные цвета. Смотрим дальше. Вот эта штука, баночка, разбавитель акриловых красок по ткани, мне она пока еще не пригодилась. Не знаю, может в дальнейшем она мне понадобится. Фломастер я пока вот тренировалась с ним писать. Вот здесь он так получается, но немного такое, что попало. Но с обратной стороны он не перебивается. Вот единственная точка, где я сильно нажала, она перебилась. Ну, буду использовать его. Я там накупила футболочек простых. Ну как накупила, две штуки купила. И буду вот фломастером пробовать. Ну, такие футболки для работы, для меня, для художника, чтобы дома таскать, знаете. Вот, что еще? Чем я пользовалась? Какими инструментами я пользовалась для нанесения краски на ткань? Это своими прекрасными кисточками, которые мне очень нравятся. И скажу, что с работой этой краской, да, то эти кисточки сильно убиваются. Они начинают кошлатиться. То есть вот эта у меня была очень тоненькая, знаете, такая очень приятная, очень тоненькие мазки можно было не делать. Она у меня теперь в таком кошлатом виде. Некрасиво, не знаю, сколько она у меня еще проживет. Как и эти, в принципе, тоже. То есть неприятненько. Уже кисточки, у меня уже их столько, и постоянно мне приходится их докупать, потому что когда кисточки уже в не таком состоянии, как нужно, да, то есть не наносят те мазки, когда они новенькие. И не очень приятно работать, да, не очень приятно наносить краску на тот же холст. Потому что все так же зависит очень от кисточки. Вот. Так, что я собираюсь дальше делать? Вот у меня есть такой топик. Черненький. И в основном я работала пока с черной тканью. Вот этот топик уже из натуральной ткани. Чувствуется приятно на ощупь. И я буду наносить на него через трафарет такой вот узор. Довольно-таки симпатичный, красивенький узор. Я уже знаю, что с водой размешивать сильно краски не нужно. Вот. И я в следующем видео покажу сам процесс. И что из этого у меня получится. Я очень надеюсь, что я ничего не испорчу. Потому что вот такая вот красота должна получиться. Здесь у нас есть салатовые вставочки. И вот салатовым цветом я буду наносить. А здесь может больше бледный какой-то, желтый, да. Вот. Чтобы переход цветов из интенсивного в такой бледненький. Посмотрим, что из этого получится. Что еще не хватает в работе? А, еще вот эти штучки. Ну, такое. Эта большая штучка мне не пригодилась. Возможно, я буду ее употреблять, когда наносить буду на ткань через трафарет. Вот этот узор, сердечко с узорами, да. Вот. Ну, эту штуку я уже применяла. Ну, такое себе. Знаете, на нее очень много цепляется краски. Очень много израсходоваться краски. Она впитывается туда. И когда ты перепечатываешь на ткань, то краски мало на ткани остается. Зато вся краска уходит туда. Ну, как-то, знаете, сомнительное удовольствие. Не знаю. Может, буду кисточкой наносить. Попробую еще этим пимпочками. Сравним все-таки. Так, что еще? Что еще, что еще? А, что мне сюда не хватало? Столкнулась с тем, что нужен контуринг. Что нужно еще докупать контуринг, заказывать. Контуринг – это когда вот мы рисуем, допустим, да. И у нас вот по краям нечеткие линии здесь. А контурингом мы, получается, подводим вот этот край. Короче, наносим на вот край. И он так ровненько получается. Еще и выпуклый. То есть красивый такой эффект получается контурингом. Ну, не знаю. Куплю, может быть, докуплю один. Конечно, в идеале надо, чтобы их несколько было, чтобы хватало, под каждый цвет можно было, да, выбирать свой контуринг. Ну, допустим, самый ходовой, естественно, это черный, белый. Ну, посмотрим. На это тоже нужны средства. Так, и что еще мне не хватало, это при нанесении рисунка на черную ткань продается такой вот фломастер, да, он наносится на ткань, рисуешь с ним, да, и через какое-то время, да, или после того, как ты намочишь его, он исчезает. Вот это классная вещь на самом деле, вот она точно необходима, когда вот вы по темной ткани работаете, и вам нужно нанести рисунок. Вы же не будете сразу кисточкой мазюкать рисунок, да, чтобы не испортить, вы нанесете чем-то, да, мыло не подойдет. Сразу говорю, мелок тоже особо нет, а чем-то ж наносить надо, то фломастер будет самое оно. Я уже посмотрела, что такое вот продается, я еще тогда первый раз обратила на него внимание, но что-то я решила, что он мне не нужен, а теперь понимаю, что он мне нужен, потому что можно нанести узор какой-то, либо надпись, да, и не бояться где-то ошибиться, потому что ты знаешь, после того, как ты его намочишь, он исчезнет, этот фломастер с тканей, что очень хорошо. Также с большими работами, с трафаретами такими, да, есть трафареты побольше, да, на футболочке, и когда наносишь краску, то трафарет может, знаете, так отходить от ткани, и краска может проникать под трафарет, что тоже неприятно, знаете, когда ты трафарет снимаешь, а краска повылазила через эти края, и нужно там уже как-то рихтовать это все, подправлять. То также продается клей специальный, чтобы, да, с этой стороны, допустим, вы клеем промазали, прикрепили вот так вот к ткани, и трафарет не отходит. Ну и тем не менее, после того, как вы нанесли весь узор, да, рисуночек этот, вы снимаете, отклеиваете, скажем так, этот трафарет, а от самого клея на ткани ничего не остается. Чудеса и только. То есть, вот такие вот еще штучки необходимо приобрести, я так поняла. Вот, но пока я работаю с тем, что имею, уже ж куда-то. Краска, конечно, расходуется очень быстро, на самом деле, особенно на таких тянущих тканях, которые я работала. Вот, потому что там ткань очень тянется, и нужно заполнить полностью там все пространство, потому что ты, когда его оттягиваешь, вот, допустим, растягиваешь, да, то вот эти все дырочки, они просвечиваются, и видно, где нанесена краска, а где нет. То есть, нужно полностью прямо пропитывать все краской, чтобы это было красиво. Когда она девочке, которая танцует, да, она выходит в своем костюмчике, этот трусик и топик, и когда он на ней же растягивается, то, естественно, рисунок получается в трещинах. Если ты пожалел краску и не нанес как следует, то обязательно же надо нанести полностью как следует, чтобы это все было красиво, нанести несколько слоев краски, короче, она игралась так, что мама моя дорогая. Вот, поэтому, в случае, краска, конечно же, расходуется очень быстро. Ну, у меня вот был целый тюбик, да, несколько, ну, там по фотографиям вы увидите, что я одну надпись делала и две, нет, и одну девушку, одно сердечко, одну девушку, одну надпись написала, и у меня уже больше половины тюбика на это ушло, красной краски, по той ткани, которая сильно растягивается. Ну, она как купальник, вот такая тянущая, не очень приятная в работе. Вот, вот так вот, дорогие мои. Такой вот был обзор, в следующем видео покажу, как я буду наносить этот узор на топик. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, всех люблю, целую, до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»